всем привет с вами фото пока без студии и сегодня мы сделаем фэнтези картинку поехали открываем исходник с корягами на фоне гор заходим изображение размер изображения нажимаем на цепочку чтобы убрать пропорции и ставим 3500 по высоте и 4037 по ширине дублируем слой ctrl j выбираем инструмент лассо и обводим коряги чтобы обвести следующую корягу нужно зажать клавишу shift идем в редактирование заполнить содержание с учетом содержимого и галочка цветовая адаптация инструментом точечная восстанавливающая кисть или штамп восстанавливаем места где автоматически плохо подогнал фотошоп новом окне открываем изображение с небом выбираем прямоугольная область с растушевкой 0 выбираем только ту область где облака и инструментов перемещения переносим на наш основной слой нажимаем ctrl-t трансформация увеличиваем под нашу картинку переименуем этот слой в облака накладываем белую маску на этот слой черной кистью прорисовываем наши горы которые находятся сзади облаков если мы их перекрыли облаками создаем новый корректирующий слой цветовой тон насыщенность и уменьшаем насыщенность примерно на 40 то есть насыщенность должна стоять минус 40 привязываем корректирующий слой слою облака зажатой клавишей alt нажимаем на границы между этими слоями создаем новый слой корректирующий цветовой баланс его тоже привязываем к слою с облаками на средних тонах первый ползунок смещаем в сторону голубая минус 20 примерно 2 без изменения 3 в сторону синего плюс 20 на светах первый ползунок минус 16 2 0 3 плюс 16 в новом окне открываем изображение с причалом выбираем инструмент быстрое выделение и выделяем человека с причалом нажимаем на маску и инструментом перемещения переносим человека с причалом на наш слой нажимаем control t трансформация и увеличиваем изображение примерно до того момента чтобы голова доходила до уровня горизонта переименовываем слой с человеком в человек и правой кнопкой мыши на слое в контекстном меню выбираем цвет красный а слой с облаком пометим в синий цвет это делаем для лучшего ориентирования стоя на слое цветовой баланс самый верхний корректирующий слой для слоя облака создаем новый слой берем кисть черного цвета с параметрами примерно непрозрачность 40 нажим 60 и затемняем низ облаков становимся на слой человек и создаем новый корректирующий слой кривые привязываем его к слою человек правую верхнюю часть кривой смещаем вниз примерно вход 255 выход 142 добавим еще одну точку на кривой ближе к левому низу ее смещаем чуть чуть вниз чтобы кривая была чуть чуть искривлена черной кистью с непрозрачностью 60 и нажимом 70 прорисовываем края причала и макушку головы придавая тем самым эффект освещения сверху в новом окне открываем картинку с рамкой и инструментом быстрое выделение выделяем ее инструментом перемещения переносим на нашу основную область увеличиваем рамку и поворачиваем ребром вверх так чтобы линия двух средних ребер сопоставить с горизонтом приподнимаем чуть чуть выше горизонта рамку нужно сделать более квадратным с зажатой клавишей shift перетягиваем за края к этому слою добавляем маску белого цвета и черной кистью со стопроцентными параметрами стираем часть рамки так чтобы создался эффект входа рамки в тучи и и и и и и На слое с рамкой очень важно выбрать именно рамку, а не маску. Нажимаем Ctrl-L, вызов уровней. На нижней шкале выходные значения, правый ползунок перемещаем влево до такой степени, чтобы рамка стала черной, примерно от 80 до 120, а на верхней шкале можно чуть-чуть поперемещать средний ползунок, чтобы увеличить или уменьшить цвета. Можно поработать с инструментом затемнения и затемнить слишком яркие участки рамки. Копируем слой с рамкой и переименуем его в тень. Ctrl-T трансформация и правой кнопкой выбираем отразить по вертикали. Далее из этого слоя делаем тень от рамки. С зажатой клавишей Shift вытягиваем ее за нижний край. Идем фильтр, размытие, размытие по гауссу примерно 20% и меняем прозрачность этого слоя примерно от 50 до 70 на ваше усмотрение. Большой теркой стираем лишнее. Копируем слой с рамкой. Ctrl-T трансформация с зажатой клавишей Alt уменьшаем рамку. Теперь повторяем процедуру с рамкой и делаем из нее тень. Музыка. 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 с большой рамкой и заходим в параметры наложения. Ставим галочку выполнить обводку. Настройки обводки можно делать на свое усмотрение. Размер 40, положение снаружи, цвет голубой. Далее на этом слое на иконке fx нажимаем правой кнопкой и выбираем образовать слой. Таким образом мы получили отдельный слой с свечением. А теперь теркой удаляем внешнее свечение рамки. Такую же процедуру повторяем с маленькой рамкой. Только размер свечения в настройках обводки ставим в два раза меньше. Было 40, ставим 20. Было 20, ставим 10. Под слоем человек создаем новый слой. Выбираем большую кисть примерно 500 пикселей. Пипеткой выбираем цвет свечения рамки и прорисовываем падение света на тучи под рамкой. Параметр наложения ставим перекрытие и непрозрачность примерно 60-70%. Далее непрозрачность кисти ставим 30-40% и прорисовываем вокруг уже нарисовано падение света. Теперь делаем свечение на причале и человеке. На слое человек нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем параметры наложения, ставим внутренняя тень, цвет берем пипеткой со свечения рамок и прозрачность 100%, угол 90 смещение 22, стягивание 0 и размер примерно 18. Правой кнопкой мыши на этом слое по иконке fx образовать слой и на этом слое теркой удаляем лишнее. На слое человек инструментом быстрое выделение выделяем человека, нажимаем Ctrl-C, копируем таким образом. Создаем слой над слоями человек, внутренняя тень человек и кривая 1 и в этот слой нажимаем Ctrl-V, вставляем нашего человека. Выбираем свободное трансформирование. С зажатой клавишей shift берем за верхнюю точку и перетягиваем вниз образовывая тень от человека. Далее с зажатой клавишей shift плюс Ctrl правую нижнюю точку смещаем правее, а левую нижнюю левее, тем самым делаем правильную перспективу тени. Нажимаем Ctrl-U, цветовой тон, насыщенность и яркость выводим на минус 100. Идем в фильтр, размытие, размытие по гауссу и ставим примерно от 10 до 30. И прозрачность слоя ставим от 30 до 50. И последним штрихом можно добавить свечение атмосферы. Над всеми слоями создаем новый слой и большой мягкой кистью клацаем вокруг рама и причала. Данный слой нужно перевести в режим наложения экран и непрозрачность на свое усмотрение. На этом все, с вами был фото пока без студии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, я читаю каждый комментарий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok